Добрый день. Я хочу вам предложить научно-исследовательскую работу. Идея появилась 30 лет назад у меня, когда я только начал изучать исторические практики, получать навыки. И через 30 лет я понял, что все это сводится к обычному треугольнику – внимание, воля, сила. И тогда родилась практика «Четыре жемчужины» Сморжевского. Я ее обкатывал где-то около 12 лет на разных семинарах, где я был и участником, и ведущим. И была проработана эта практика «Четыре жемчужины» Сморжевского в виде групповых медитаций, недуального приема и обучающих семинаров. Когда психологи приходили и получали навыки, которые им важны для работы с людьми. Теперь я хочу это вывести в какую-то систему, доступную людям. Эта научно-исследовательская работа будет этому посвящена. Опытно-конструкторская работа уже была сделана. И она… Два года назад я обратился к нервопатологу из Кирова, достаточно известному врачу. И он меня и моего клиента обвесил датчиками. И вся эта медитация «Четыре жемчужины» Сморжевского была под наблюдением нервопатолога. Было два компьютера, две видеокамеры. И датчики показывали его состояние людей. Меня и исследуемого человека. После этого нервопатолог сказал, что да, было четко зафиксировано четыре попадания в ТЭТУ. Да, теперь я понял более глубоко, как это все работает. Мне это было важно. И Денис Овсянников не так давно в Думе прочитал доклад о том, что было бы здорово вывести профессию регрессолога уже в официальный документ. А поскольку людей много разных с таким названием, так себя называют, было бы здорово, если была разработана уже методика для отделения тех людей, и кто может что-то делать, а тех людей, кто только собирается это делать. Земля где-то раз в сто лет пересекает все новые и новые места галактики или чертоги галактики. Меняются законы. И то, что началось в 1812, закончилось в 1914, а то, что началось в 1914, только началось, и очередной цикл пошел. И обычно переход случается где-то в течение лет 20, и потом лет 80 человечество живет в новых законах. И я понимаю, что мои дети, мои внуки будут жить уже в новом законе. И как их к этому подготовить, как они будут менять свои профессии несколько чаще, чем мы их меняли. Как будет мировоззрение уже новое, которое будет соответствовать новому столетию. Как к этому адаптировать людей, как к этому адаптировать человечество, я бы посоветовал, как один из вариантов, из многих вариантов. Это может быть четыре жемчужины с Моржевского. Я планирую сделать рекомендательный документ один, медицинскими и техническими подтверждениями. Будет книга, легко и доступно излагающая эту технику. И можно сделать несколько на ютубе зарисовок обучающих, именно бесплатно обучающих людей. На телевидении можно сделать несколько передач, посвященных этой практике. И я как вел обучающие семинары в Кирове и в Москве, так я и буду их вести, и планирую их вести. Как я делал групповые медитации в Москве и в Кирове, и тем более, так я и планирую их продолжать. Но просто это будет на более глубоком уровне, это будет все более и более доступно людям. И я как инженер, как конструктор, как психолог могу это потихонечку приводить к более и более доступным для людей разных специальностей, разных социальных слоев и разных психических типов. То есть для киноэстетика будет по-своему, для визуала будет по-своему, для аудиала будет тоже чуть-чуть по-своему. И вот это я все планирую учесть в этой своей практике и вывести уже 4 жемчужины Сможевского в какой-то такой более удобный для людей документ. Благодарю вас за внимание.